Мэрия Читы 11 сентября проводит общественные слушания по выделению участков для строительства сразу трех церквей. На улице Ангарской, в Сосновом Вару и на объездном шоссе. Уведомление опубликовано 31 августа на сайте администрации. Начнем с самого большого участка 8 гектаров на объездном шоссе 29. Еще в январе этого года руководитель фонда «Наследие по поддержке развития самбо в Забайкальском крае Николай Бурдинский направил обращение губернатору Александру Осипову с просьбой рассмотреть возможность строительства на участке детского оздоровительного лагеря. Его обращение адресовали руководителю администрации города Александру Сапожникову и министру спорта Виталию Ломаеву. Мы тогда узнали, кому эта территория принадлежит. Она принадлежала на тот момент городу. Обратились к ним для того, чтобы нам передали хотя бы на ответственное хранение на тот момент эту территорию и здание, которое на ней находится. Город нам отказал. Неоднократно мы пытались с ними наладить диалог, они неоднократно от этого уходили. Весь участок подобен лоскутному одеялу, поделенному между городом, департаментом госимущества края и военными. Департамент государственного имущества и земельных отношений края в лице Алексея Хасоева заключил с фондом «Наследие договор», по которому передал организации несколько участков в безвозмездное пользование. Рассматриваемый участок под аренду не попал. Он принадлежит городу. Причем раньше он имел жилое назначение и по инициативе спортивной организации его перевели в зону рекреации, чтобы можно было построить лагерь и парк. Публичные слушания не требовались, так как зона предназначена именно для этого, а дополнительным видом разрешенного использования выступает спорт и культурное развитие. Однако для полноценного строительства нужно было объединить земли. Но все получилось совершенно наоборот. Когда во главу департамента встал Сергей Быстров, он подал в суд на расторжение договора об аренде. Причем по причине того, что сами же специалисты департамента допустили ошибку при его заключении, обозначив неположенный срок – 49 лет. И без какого-либо предупреждения второй стороны подали иск. 12 марта, если мне память не изменяет, мы сидим в кабинете у Быстрова вместе с его специалистами, разговариваем о том, как создать рабочую группу для того, чтобы делать реконструкцию зданий здесь, для того, чтобы делать капитальный ремонт сторожки, для того, чтобы купить по станции и чтобы здесь было электричество. А через несколько дней после этого совещания мне звонок с почты. Я еду на почту, получаю письмо от 3 марта, где на меня подано расторжение на эту территорию. Заключение альтернативного договора даже не рассматривалось, хотя можно было просто уменьшить срок пользования согласно закону. Но нет. В настоящее время руководитель фонда находится с департаментом в судебных разбирательствах. Ну почему-то правительству нашему, да, руководству, это не надо. А что им здесь надо, как бы, ну я думаю, надо будет спросить у них. 27 июля Читинская епархия подала заявку на право условно разрешенного вида использования территории. Что это значит? А то, что религиозное использование является условно разрешенным, а не дополнительным, как в случае спортивной деятельности, и поэтому требует публичных слушаний. Епархия просит участок для создания духовно-патриотического центра с церковью. Конечно, там, согласно назначению территории, планируется веревочный парк, велосипедные дорожки, скалодром, прогулочная зона. То есть, все то же самое, что хотели построить руководители благотворительного спортивного фонда, только еще и церковь. Администрация назначила слушание. А вот что по поводу еще двух участков на этой территории говорили буквально в июле на заседании Думы. На сегодня и департамент обратился именно для использования под детский лагерь. Только для этих целей будет использован. И он приобщается к тем участкам, которые были переданы с объектами недвижимости. Отдельно он не рассматривается департаментом. Сегодняшний день, если я не ошибаюсь, около 17 тысяч заявлений для выделения земельных участков. Этот земельный участок – было заявление о департаменте земельных отношений для своих социальных. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать и передачу. Несмотря на просьбу сети-менеджера, депутаты приняли разумное решение – не передали участки департаменту. Как видно, лакомые кусочки на этой территории нужны не только госорганам, но и краевому духовенству. При этом одного участка епархии показалось мало. Запросили и территорию действующей бактериологической лаборатории на Ангарской-8. Я вообще возмущен. Я считаю, что в приоритете, наверное, на сегодняшний день – это детские сады, школы, оздоровительные лагеря, лаборатории. Тем более, эта лаборатория сейчас проводит анализы по ковиду. Они обслуживают детские поликлиники, взрослые поликлиники, даже какие-то больницы. То есть, все анализы проверяют. На запрос Романа от 15 июня администрация пишет, что заявлений на строительство церкви к ним не поступало. И вообще, это зона плотной жилой застройки, и строительство там церкви невозможно. Однако, заявление поступило позже, в августе. А в июле приняли новые правила землепользования, по которым это стало возможно при условии проведения слушаний. Возникает вопрос – в случае положительного решения комиссии, куда переедет лаборатория? Но, как член Комитета по бюджетной и налоговой политике, я не видел заложенных средств даже на следующий год на проектно-смертную документацию. Не то, чтобы на строительство новой лаборатории. Почему я и возмутился? На публичное слушание вынесен еще и участок в Сосновом Бару по адресу Гагарина, 7В – конечная остановка троллейбусов. Это зона объектов административно-делового назначения, где разрешены такие виды использования, как образование и просвещение, рынки, общественное питание, обслуживание, автотранспорта, спорт. И, конечно, условно разрешенным видом является религиозное использование. Но тоже только после публичных слушаний. Что в итоге? Читинская епархия просит сразу три земельных участка на территории города. На одном общественники хотели построить оздоровительный лагерь, на другом располагается бактериологическая лаборатория, а третий просто хорошо расположен – торговый центр, общепит, детский сад, конечная остановка общественного транспорта. За кем в итоге будет решение? По результатам проведения публичных слушаний мы формируем протокол, заключение и передаем на рассмотрение комиссии. Комиссия по результатам рассмотрения также формирует протокол, заключение и рекомендации. Рекомендации передаются в адрес руководителя администрации и окончательное решение принимается руководителем администрации. Публичные слушания состоятся в парке «Березка» 11 сентября в пятницу в 18.00 часов. Добраться до места можно на маршрутном такси номер 3. Остановка – улица 2-я Южная, а затем 7 минут пешком до места. Хоть и решение граждан носит рекомендательный характер, мы просим вас приехать. Важно мнение каждого. Тамара Ванфулли, Николай Шунков, ЗАПТВ.